Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие слушатели, сегодняшняя наша тема – это рассказы и повести зрелого Чехова. Зрелый период творчества Чехова начинается с 90-х годов XIX века. Его путешествие на остров Сахалин в 1890 году стало источником его созидательного вдохновения. Его рассказы становятся серьезнее, а герои сложнее. В этот период Чехов анализирует такие фундаментальные вопросы человеческого существования, как духовное падение общества, поверхностность и безнравственность мещанского образа жизни, гуманистические и народнические идеи, поиски интеллигенции лучшей, полноценной жизни. В зрелый период своего творчества Чехов пишет такие знаменитые произведения, как «Палата номер 6», «Студент», «Скучная история», «Ионыч», «Душечка», «Дама с собачкой», «О любви», Которые мы рассмотрим подробнее далее. Основные моменты лекции Первое. Тема борьбы личности с окружающей средой в повести «Палата номер 6». Второе. Изображение простого народа в рассказе «Студент». Третий. Тема равнодушия в повести «Скучная история». Четвертый. Слияние человека и среды в рассказе «Ионыч». Пятый. Тема женской любви в рассказе «Душечка». Шестой. Футлярное существование в рассказе «Дама с собачкой». Начало зрелого периода. Палата номер 6. Зрелый период творчества Чехова начинается с 90-х годов XIX века. Его путешествие на остров Сахалин в 1890 году стало источником его созидательного вдохновения. В этот период Чехов пишет одно из своих известнейших произведений «Палата номер 6» в 1892 году, которое стало своеобразным изображением в сахалинской жизни автора. Главный герой «Палаты номер 6». Главный персонаж повести – Иван Дмитриевич Громов, душевнобольной, находящийся на лечении в городской больнице. Мания преследования, которой страдает Громов, описана Чеховым с клинической точностью. Внешность героя соответствует его состоянию и производит двойственное впечатление. Гремасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны. И в глазах теплый, здоровый блеск. Речь героя также оставляет неоднозначное впечатление и говорит о двойственности его натуры. Беспорядочно, лихорадочно, как бред, порывисто и не всегда понятно. Но зато в ней слышится и в словах, и в голосе что-то чрезвычайно хорошее. Чехов обращает внимание на то, что болезненность героя, его нервность связана не с диагнозом, а с реакцией. Громов болезненно реагирует на суровую реальность, античеловеческие условия жизни, грубое невежество окружающих людей, жестокость и насилие, которые стали нормой повседневной жизни. Герой не верит в справедливость и понимает, что нет смысла искать защиты, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость. Мысли о жестокости и несправедливости этого мира полностью завладели его сознанием. Страх, угрожающий ему тюрьмы, преследует Громова. Окружающая действительность постоянно дает ему повод для подтверждения своих опасений. В итоге Громов попадает в больницу, которая мало чем отличается от тюрьмы. Образ Андрея Рагина. Второй ключевой персонаж доктор Андрей Рагин. В отличие от душевнобольного Громова, на окружающую действительность он реагирует с равнодушием. Единственное, что делает его счастливым, это чтение книг. Особенно он любит философию и историю. Рагин также видит вокруг себя несправедливость и жестокость. Но это лишь укрепляет его равнодушие к жизни. Он пытается убедить себя в том, что зло неизбежно, а страдания ведут человека к совершенству. Знакомство Рагина с Громовым произошло в больничной палате, где между ними сразу возник спор. Нас держат здесь за решеткой, гонят, истязают, но это прекрасно и разумно. Потому что между этой палатой и теплым уютным кабинетом нет никакой разницы. Нет, сударь, это не философия, не мышление, не шорта взглядов, а лень, факирство, сонная одурь. Рагин – сторонник философии Толстого, проповедующий идеи несопротивления злу, ненасилия и всепрощения. Он косвенно, не осознавая того, способствует сохранению существующего режима. Он один из тех, на ком держится палата номер 6. Дружба между Рагиным и Громовым Спор между доктором и душевнобольным приводит к серьезной переоценке всех убеждений Рагина. Он, наконец-то, находит умного и интересного собеседника. Дружба между доктором больницы и душевнобольным молодым человеком не осталась незамеченной. В итоге доктор сам оказывается заключенным в палате душевнобольных. Он узнал, что такое страдание. Ему открылась вся фальшь, бездушность и бесчеловечность его прежних взглядов. Смотритель Никита в данной повести – это живое воплощение насилия и вседозволенности. Он выступает как символ самодержавного произвола царской России. Это грубый и жестокий солдат в отставке, который поддерживает порядок в больнице путем физического насилия. Палата номер 6 – это проявление тюремного режима царской России, изображенное на примере отдельно взятой городской больницы. Главная тема повести – палата номер 6 – это тема личной ответственности каждого человека за существующую действительность. Такие люди, как Рагин, примирившиеся со злом и насилием, оправдывающие его существование, поддерживают этот тюремный порядок. Через образ Громова в повести Чехов утверждает право человека на протест, на борьбу с насилием и, более того, объявляет эту борьбу основой исторического прогресса. Смена настроения писателя в рассказе «Студент». Зрелый период творчества Чехова характеризуется сменой в настроении писателя, в эмоциональной атмосфере произведений. Особенно это отразилось в рассказе «Студент» 1894 года. Это одно из самых любимых произведений Чехова. Взаимосвязь природы и внутреннего мира героя в рассказе «Студент». Главный персонаж рассказа – студент Духовной Академии Иван Великопольский. С самого начала произведения читатель окунается в мрачную атмосферу холодного осеннего вечера и такого же мрачного душевного состояния главного героя. В данном случае автор делает акцент на эмоциональном подтексте, рисуя лишенную света и солнца природу и подсолнечники, склонившиеся низко к земле. Герой находит такую унылую картину символической. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Осенний холод навевает на героя чувство тоски, безнадежности и отчаяния. С такими мрачными мыслями студент встречает двух деревенских женщин, работающих в огороде. Их лица поначалу не выражают ничего, кроме невежества. Василису Чехов рисует с заученной улыбкой, а ее дочь Лукерью, как забитую мужем женщину с глуповатым лицом. Студент рассказывает им пришедшую на память легенду из Евангелия о том, как апостол Петр в такую же мрачную холодную ночь отрекся от Христа, проявив слабость, о чем потом горько пожалел. Простой народ, как хранитель подлинной человечности. Далее происходит ключевой момент рассказа. Слова студента находят живой отклик в душах простых женщин, забитых нуждой и суровой реальностью. Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам. А Лукерья хоть и не расплакалась, но выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Тяжелая крестьянская жизнь не погасила в их душах человечности и отзывчивости к правде и красоте. Видя такой живой отклик и естественную реакцию на свой рассказ, студент как бы очнулся из плена терзавших его сомнений и мрачных размышлений. Мысли о безнадежности и беспросветности покидают его. Простые люди из народа заставляют студента радоваться жизни, верить в нее. Именно простой народ в произведении Чехова выступает как хранитель подлинной человечности. Важной вехой в творчестве Чехова стала повесть «Скучная история» 1889 года. Сюжет и главная идея повести перекликаются со смертью Ивана Ильича Толстого. Главный герой повести заслуженный профессор Николай Степанович, по происхождению разночинец. Он тяжело болен и осознает, что жить ему осталось не более полугода. Николай Степанович пытается осмыслить свою прожитую жизнь, размышляет о своей судьбе, волей которой обречен на смерть. Успешная научная карьера, всеобщее признание и внешние атрибуты успешной жизни не радуют героя в последние дни его жизни. Равнодушие Николая Степанович принадлежит к числу равнодушных. Равнодушие которых можно определить как философский взгляд на мир. Герой никогда не протестовал. По его собственным словам, всегда был покладист и снисходителен. Он с равнодушием относился к политике, считая ее человеческой слабостью. Отношения Николая Степановича с семьей Некогда любимая семья, жена Варвара и дочь Лиза, сейчас вызывают у героя только раздражение. Кажутся ему мелочными и пустыми. Общение с ними, как и с его коллегами, не приносит Николаю Степановичу удовольствия. Иногда он смотрит на свою жену и удивляется. Неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, Неужели эта женщина была когда-то той самой Варию, которую я страстно полюбил за хороший ясный ум, за чистую душу? Он удивляется также тому, что его дочь выросла эгоисткой с пошлыми манерами, Внутренняя жизнь которой далека от понимания Николая Степановича. Образ Кати Он много времени проводит с Катей и его воспитанницей, которую он любит, как родную дочь. Катя – искалеченная судьбой девушка. В юности она мечтала о славе и служении искусству. Но карьера провинциальной актрисы вскоре разочаровала ее. Пережив несчастную любовь и смерть ребенка, она, изувлеченной и творческой девушке, превратилась в отчаявшуюся. Она безуспешно искала поддержки у Николая Степановича. Он, как мог, пытался помочь. Давал советы. Писал длинные, но бесполезные письма. В итоге, то философское отношение к жизни, снисходительность и сдержанность, которыми Николай Степанович привык гордиться, оказываются холодностью, безучастностью и полной беспомощностью в решении жизненных вопросов. Как он сам признает, равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. Являясь человеком с незаурядным интеллектом, высокообразованный, он беспечно относился к внутреннему миру окружающих людей. Так Чехов показывает, что безмерная преданность науке, полное погружение в нее, может также служить признаком односторонности, характерной для узких и ограниченных людей. Отсутствие общей идеи у героя. Осознав, что равнодушие – это не философия, а тяжелая болезнь духа, паралич души, профессор, теряя способность быть равнодушным, Он говорит Кате, я и ненавижу, я презираю и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. У него, наконец-то, открылись глаза. Он стал замечать то, чего до этого не хотел замечать. Признавая свою несостоятельность, он приходит к выводу, что в его взглядах отсутствует главная составляющая – общая идея. Герой понимает, что главная его беда – это безидейность, отсутствие определенного мировоззрения. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. Осознание своего равнодушия и безучастности героям Николай Степанович по-новому увидел свою жизнь, свою семью, Катю. Только перед смертью он осознает, какую роль его равнодушие и безучастность сыграли в их судьбе. Когда Катя спрашивает, что ей делать, Николай Степанович осознает свое бессилие. В заключительной сцене профессор признается, что у него нет ответа на ее вопрос. Последние слова, которые говорит Николай Степанович Кате – «Прощай, мое сокровище!» Слияние личности со средой в рассказе Ионыч Тема «Крушение личности человека, его слияние со средой» представлена в рассказе Чехова «Ионыч» 1898 года. Главный герой – земский доктор Дмитрий Ионыч Старцев приехал в губернский город, жители которого гордились тем, что у них есть библиотека и театр и клуб. Также к списку достопримечательностей города они причисляли семью Туркиных, где каждый член семьи обладал талантом. Глава семьи Иван Петрович устраивал любительские спектакли. Его жена, Вера Иосифовна, писала романы и повести, а дочь Екатерина Ивановна, или по-домашнему котик, музицировала. Молодой доктор Старцев, посетив однажды дом Туркиных, остался под приятным впечатлением от талантливой семьи. Всерьез увлеченный Екатериной Ивановной он стал посещать гостеприимный дом при любой возможности. Безуспешные попытки борьбы со средой Казалось, новая жизнь полностью устраивает молодого человека, но вскоре он начинает узнавать другую сторону городской жизни. Старцев, так человек полный жизненных сил и энергии, не хотел мириться с обывательской жизнью. Он пытался протестовать против среды, говорил о прогрессии и свободе, о значении труда для человека. Старцев не нашел отклика в обществе. Обыватели города ответили полным равнодушием на его стремление. В определенный момент Старцев стал замечать, что в его окружении люди с ограниченными интересами. С ними не о чем поговорить. Идеи Старцева оказались недоступны для их понимания. Он испытывал раздражение к этим людям и среде, в которой вынужден жить. Но вскоре Дмитрий Ионыч смиряется и замолкает. Молча ест. Молча слушает раздражающие его разговоры. И сам, того не замечая, сливается с ненавистной ему средой. Тема любви в рассказе Ионыч. Сюжет рассказа завязан на любовной линии, где главный герой, признавшись в своих чувствах, не встречает взаимности. Девушка говорит, что провинциальная жизнь ее не привлекает. И она мечтает стать пианисткой и посвятить себя искусству. Смирившись, Дмитрий продолжает жить в этом городе вполне обывательской жизнью. Спустя несколько лет он, успешный доктор, вновь встречает котика. Великой пианистке из нее не получилось. И теперь уже она признается в любви к Старцеву, который, по ее словам, остается лучшим из людей. Но он уже безнадежно поглощен обывательской жизнью и не способен ответить на ее чувства. Образ котика Как и все жители города С, котик живет по заранее определенной программе. Она отвергла Старцева, потому что ей казалось, что она стремится к высшей блестящей цели. Все ее надежды и мечты были связаны с карьерой пианистки. Она не понимала, что в ее игре на рояле не было ничего выдающегося, так же, как и в писательском таланте ее мамы. Но даже когда она осознала свою ошибку молодости, она продолжает смотреть на Старцева не как на реального человека, а как на идеального выдуманного героя одного из романов ее матери. Превращение Старцева в Ионыча Превращение Старцева в Ионыча произошло под влиянием среды, которой он не смог сопротивляться. Из молодого, энергичного и увлеченного человека он превратился в свою полную противоположность. В последней главе он уже сам не терпит никаких суждений, работает только ради денег. Вчерашний Живой Старцев превратился в языческого бога Ионыча. Поражение личности в борьбе со средой В рассказе Ионыч С течением времени в городе Эс ничего не меняется. Жизнь так и идет по заведенной программе. Представления в доме Туркиных повторяются из года в год, без изменений. Чехов показывает, как ход времени делает бессмысленным любые прекрасные представления. Герой говорит, как в сущности нехорошо шутит мать природа, как обидно сознавать это. Природа действительно нехорошо пошутила со Старцевым, изменив его до неузнаваемости. Ионыч живет одинокой и безрадостной жизнью. Своим произведением автор говорит о том, что каждый человек наделен всем необходимым для того, чтобы жить нормальной, полноценной жизнью. Борьба человека и среды это общечеловеческое явление, в котором среда преобладает над личностью. Но, несмотря на это, человек должен продолжать свою борьбу против своего обезличения. Тема женской любви и преданности в рассказе «Душечка». Тема женской любви и преданности раскрывается в рассказе «Душечка» 1898 года. Сюжет рассказывает об Оле Племянниковой, которая наделена чрезмерной любовью. Героиня не может жить без любви. И каждый раз, встречая нового избранника, она самоотверженно отдается новой привязанности. Ее семейная жизнь полна перемен. Антрепренер, и соторговец, ветеринар, и маленький гимназист один за другим были объектами ее любви. Но смена партнеров носит чисто формальный характер. Отношения «Душечки» каждый раз развиваются по одному и тому же сценарию. Сначала «Душечка» проникается пониманием и сочувствием, затем любовью, полностью растворяется в любимом человеке, становясь его тенью и в итоге теряет его. Раскрытие образа «Душечки». Описывая любовные поиски героини, Чехов использует прием повторения для изображения цикличности происходящих событий и прогнозируемости дальнейшего развития сюжета. Эффект комичности создается именно за счет однообразности и предсказуемости действий главной героини. Чехов рисует героиню с ироничностью. Он показывает трогательную и милую женщину, но при этом подшучивает над ее ограниченностью. «Душечка» живет тем, чем живет ее избранник. Повторяет словно эхо слова своих мужей. Лексика «Душечки» меняется со сменой мужей. Она беседует на театральную тему при Кукине, использует лесотехнические термины при втором муже Пустовалове, всерьез интересуется болезнями лошадей при ветеринаре Смирнине. Способность к самоотверженной любви главный дар героини. Иронический тон Чехова меняется в четвертом эпизоде. Душечка встречает гимназиста Сашу, лишенного родительской любви и проникается материнской любовью. То новое чувство, которое испытывает Душечка, это нечто совсем отличное от ее предыдущих привязанностей. Именно в четвертой части Душечка в полной мере реализует свой главный дар способность к самоотверженной любви. Разные оценки главной героини. Рассказ Душечка вызвал неоднозначную реакцию современников. Существуют крайне противоречивые оценки главной героини. Например, Максим Горький обратил внимание на рабский характер Оли, отмечая ее кроткость. Ленин использовал образ Душечки в политической борьбе как символ непостоянства, способности с легкостью отрекаться от своих идеалов, мнений, привязанностей. Противоположного мнения придерживался Лев Толстой, который увидел в Душечке способность самозабвенно любить. По его мнению, человечеству не обойтись без любящих жен и любящих матерей. при этом сам Чехов не дает своей оценки. В своем рассказе автор показывает женщину такой, какая она есть в действительности, ничего не выдумывая от себя. Чехов показывает героиню трогательной и естественной. Ее дар, который она несет в себе, позволяет ей преобразиться из обывателя в истинно чеховскую героиню, заслуживающую понимания и сопереживания. Тема несостоявшейся любви в рассказе о любви. Тема любви также звучит в рассказе о любви 1898 года, который завершает маленькую трилогию Чехова. Один из героев маленькой трилогии помещик Алёхин рассказывает свою историю о несостоявшейся любви. В молодости он познакомился с Дмитрием Лугановичем и его женой Анной Алексеевной, в которую он влюбился с первого взгляда. Он много времени проводил с семьей Лугановичей, был частым гостем в их доме. При каждой встрече с Анной Алексеевной они не раб и смущались, но не решались признаться друг другу в чувствах. Привычный уклад жизни, излишние опасения и общественная мораль заставляли молодых людей скрывать свои чувства. Годы шли, и волею судьбы им пришлось расстаться. В последний момент перед расставанием он говорит о своей любви, но слишком поздно. они понимают, как мелко и как обманчиво было все то, что мешало любить, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле. или не нужно рассуждать вовсе. Футлярное существование главного героя рассказа о любви. Потеряв свою любовь, Алёхин пытается оправдать себя тем, что он не мог предложить Анне Алексеевне более интересную жизнь. Его жизнь скучна и буднична, целыми днями он проводит время в своем имении. Слабость героя в том, что он даже не пытался выйти из своего футляра, о котором Чехов говорил в предыдущих рассказах маленькой трилогии. Он отступился от своей любви ради футлярного существования. Рассказ Дама с собачкой В рассказе Дама с собачкой 1898 года тема безысходности жизненной ситуации и трудности делать шаги к человеческому счастью звучит еще драматичнее и острее. Главный персонаж Дмитрий Дмитриевич Гуров филолог который служит в банке вполне обеспеченный и ординарный человек. Он живет в Москве размеренной сытой жизнью имеет нелюбимую жену и трех детей. Этот человек без иллюзий он воспринимает свою жизнь такой какая она есть и не стремится к более возвышенной. Он относится к женщинам с пренебрежением изменяет своей жене. Его романы носят легкий поверхностный характер и он находит это забавным. Так однажды встретив молодую девушку в Ялте он завязывает с ней знакомство которое поначалу больше всего напоминало ни к чему не обязывающий курортный роман. Анна Сергеевна дама с собачкой также не свободна и также несчастна в браке перемены в отношении к жизни Гурова. Ему казалось он вернется в Москву и столичная жизнь затянет его в водовороте событий и сотрет воспоминания об Анне Сергеевне. Он опять ведет привычную размеренную жизнь состоящую из клубов ресторанов званых обедов. Но в суете московской жизни он все чаще вспоминает милый образ Анны. Он думает о ней о ее тонкой шее серых глазах. Дни проведенные с Анной в ялке оставили глубокий след в его душе. Ему открылись новые чувства до этого неведомые. Но не только чувства к молодой женщине стали новым открытием для Гурова. Он также стал замечать странную настороженность по отношению к окружающей его жизни. Та обывательская жизнь уже не радует Гурова. Он все чаще замечает бестолковость и безнравственность окружающей среды. Бессмысленные разговоры и бесполезные встречи вызывают резкое отторжение в душе героя, которое, к слову, никак не проявляется внешне. Мир героя разделился на две стороны. Внутренний мир с чистой засченчивой любовью и внешний мир полный пошлости и лицемерия. Ожидание новой свободной жизни. Гуров не может больше жить, как прежде. Он едет в провинциальный серый город увидеть Анну Сергеевну. Их тайные встречи продолжаются в Москве и в других городах. Эта любовь меняет нашего героя, пробуждает в нем человечность. Чехов в рассказе утверждает любовь как высшую гуманную ценность, любовь как проявление человечности, любовь как норма человеческой жизни. Рассказ не имеет окончания. Их любовь не умирает. В последней сцене герои, пробудившись от бездушной жизни, пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Как? Как? спрашивал он, хватая себя за голову. Как? И казалось, что еще немного, и решение будет найдено. И тогда начнется новая прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, что самое сложное и трудное только начинается. Так рассказ завершается ожиданием новой свободной жизни, наполненной любовью и человечностью. В своих рассказах и повестях, посвященных любви, Чехов говорит не только о любви, но о том, как гнетущее воздействие среды убивает любовь, или наоборот, о том, как любовь помогает противостоять этой среде. В зрелый период своего творчества Чехов демонстрирует свое представление о счастье. Это утверждение борьбы с обывательской средой, убивающей лучшие человеческие чувства. Демонстрируя гнетущую атмосферу, он убедительно показывает нам, что дальше так жить невозможно. Чеховские герои находятся в ожидании новой эпохи, в которой восторжествует свобода человеческого духа. . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...